Традиционно уже в студии. Светлана Лаврова. Привет, Свет. Такая заряженная, позитивная вся. Давай, делай с нами. Привет. Ну, слушайте, у меня столько отзывов было по вопросам. Давайте пока присоединяются. Я еще напишу вам, озвучу вопросы, которые мне пишут. Ну, это совсем чуть-чуть. Если мы любим фрукты, то для нас конфеты фруктовые. Почему для кошек нет еды со вкусом мышей и голубей? Они не чувствуют вкус? Это то, что мне постоянно всякие разные. Я просто чуть-чуть скопировала, потому что у меня таких вопросов очень много, не касающихся даже темы, которые у меня есть. Если есть скорость света, то какова скорость тьмы? Слепые видят красочные сны? Светлана, скажите, пожалуйста, если я перееду в холодные страны, потому что муж работает там кем-то, тем-то, когда я перестаю кушать, у меня идет из носа сопли. Если я буду в холодных странах, они будут замерзать? Светлана, скажите, пожалуйста, у меня мама больна деменция. Можно ли ее вылечить? Если да, то скажите, вспомнит ли она, где положила деньги? Ну, и тут уже как бы всякое еще, много-много всего, но уже зачитывать тогда не буду. И сегодня тема у нас, если я не ошибаюсь, я как раз ее заявила «Смерть для жизни». Я бы хотела, конечно, пояснить, что такое, почему именно эта тема, почему я ее хочу поднять. Но вообще тему можно поднимать бесконечно, потому что люди, особенно которые очень часто говорят, что мы осознались, мы пробудились, мы там еще что-то сделали, когда начинаешь с ними разговаривать, когда начинаешь их вскрывать, понимаешь, что за вот этой вот ложной хорошестью все время происходит что-то, я бы не сказала, что плохое, а именно происходит вот эта вот зажатость. И почему я говорю, что жизнь наступает только после смерти? Потому что только после… Мы не просто так рождаемся, чтобы прожить в этом материальном мире. То есть нас очень любят вот как просветленные, пробужденные, они очень любят отделять себя от тела, не понимая, видимо, тех аспектов, но это мое мнение, еще раз повторюсь, это мое мнение, кто-то может по-другому думать, не понимая, что в этом материальном мире нам это физическое тело дано именно для того, чтобы мы здесь прочувствовали максимально то, что можно прочувствовать этим физическим телом. Потому что если у нас не будет тела, мы не узнаем именно тех аспектов, которые нас выводят на определенные чувствования, которые мы прикрываемся эмоциями. И почему я говорю, что жизнь существует только после смерти? Потому что приходит очень яркие осознания. И когда меня спрашивают, что «а что вы чувствуете?» Ну что постоянно в таких вот состоянии радости, в состоянии благости, в состоянии там еще чего-то? Ну, наверное, скажу так, что я обычный простой земной человек. На сегодняшний день это так. И наступил определенный этап моей жизни некоторое время назад. Когда ты понимаешь, что ты живешь, вот истинность в этом мире находится, когда ты живешь все время на этой границе. И я уже, наверное, это озвучивала. То есть благость, она наступает когда? Она наступает обязательно после чего-то не совсем благостного. И наоборот. И чтобы быть все время в этом контрасте, у тебя должен переключиться вот этот вот рубильничек какой-то. Когда мне говорят, вот ты все время в радости живешь. То есть радость – это… Я могу, конечно, сказать, что я живу в радости и в благости, но это будет непонятно. То есть для человека, который не прожил смерть, неважно, физическую, ментальную, еще какую-то, он не поймет, что такое радость. Потому что радость – это не то, что ходить там, хлопать в ладоши, смеяться на все мыслимые и немыслимые какие-то высказывания. Не то, что ты понюхал травинку, и ты счастлив от того, что у тебя там есть нос, и ты можешь вообще эту травинку понюхать. Это не про это. Это как раз именно те моменты, те аспекты, когда ты каждое мгновение своей жизни видишь смерть, и на фоне этой смерти ты видишь жизнь. И как раз вот этот вот круг, все, наверное, помните вот эти вот аббревиатуры «Свадебных колец». И вот они вот так вот сделаны, кольцо на кольцо наложено, и вот между ними такой вот просветик идет. Вот именно когда ты понимаешь, что такое жизнь, что такое смерть, ты живешь вот в этом просвете. То есть жизнь и смерть, и ты вот на грани вот этого. Ты все время видишь, что такое смерть, и на фоне смерти ты всегда видишь, что такое жизнь. И после того, как ты вот это вот видишь, ты осознаешь, что такое благость, и что такое кайф. И это происходит все в одно мгновение. Вот эти все ощущения, и тогда ты идешь все время на этой благости. И чтобы было понятно, наверное, такой вот пример приведу, наверное, каждый переживал какие-то моменты, которые очень сильно его цепляют. Например, там у мамы потерялся, там у мамы, у папы потерялся ребенок. Но вот пошел гулять, и вот его нет долго. Там потерялись родители, там какие-нибудь пристрелы ушли гулять, там еще что-то. И ты переживаешь вот это вот напряжение, когда ты понимаешь, Господь, да все на свете отдам, только лишь бы он вернулся, только чтобы он нашелся, чтобы он пришел. И ты уже себе в голове придумал, как его там чуть ли не расчленили. И когда ты вот в это падаешь, вот прямо вот максимально, максимально всем своим существом, вот в эту вот смерть. И на фоне смерти, когда ты видишь, что ребенок возвращается, и вот это вот состояние, на фоне смерти вот эта вот жизнь, и когда ты попадаешь вот в этот вот малейший, тоненький коридорчик смерти-жизнь, вот это вот и есть состояние истинной жизни. Не когда ты живешь все время в жизни, и ты такой весь, хе-хе, давайте там я все с вами. И не когда ты живешь постоянно в унынии, ты все время думаешь там, ой, вот это смерть, вот это может быть. А именно вот этот маленький, узенький коридорчик между смертью и жизнью, когда ты в него попадаешь, это и есть истинное, истинное наше существование здесь. Когда у тебя нет оценочности, когда у тебя нет важности, когда ты четко понимаешь в каждое мгновение своего существования, что есть это, что есть это, и вот этот вот стык, это именно то состояние, когда ты не грустишь просто потому, что тебе грустно, не радуешься просто потому, что тебе радостно, а ты находишься в состоянии вот этой вот благости, которая всегда идет на стыке. Я не знаю, понятно, я объяснила или нет, но сейчас зададите вопросы. И как раз, когда мне говорят, что такое жизнь, расскажите, что такое жить. Вот я вот весь такой хороший, или я весь такой плохой, или я вот весь такой там еще какой-то. Но вот я не понимаю вот это вот, я же живу, я же вот это вот. Но мы очень часто путаем существование в нашем аватаре с истинной жизнью, потому что мы думаем, что существование – это те люди, которые абсолютно несчастливы, это которые, у которых ничего не получается. А живут эти, это вот, я не знаю, там прожигатели жизни, мажоры, что вот у них такая жизнь кипит. Нет, это как раз и не то, и не то. И вот это вот осознание жизни, оно приходит именно в те моменты, не когда у тебя что-то случилось хорошее, сильно хорошее или сильно плохое. Тебя может просто перещелкнуть на какой-то следующий этап твоей жизни. А вот это вот состояние жизни, оно приходит именно в тот момент, когда ты абсолютно готов к восприятию вот этой вот благости, которая всеобъемлющая, которая не расширяет тебя, которая не сжимает тебя, которая и есть ты. И вот это вот состояние, оно идёт, ну не знаю, если посмотреть там кардиограмму, оно идёт именно ровным слоем. Это именно тот промежуток, который есть здесь и сейчас. И как раз, когда я ребятам рассказываю там на марафонах, на рекритах, что такое вот, как он говорит, а что же такое там, телепатия? Почему вот кто-то может общаться телепатически, кто-то не может? Мы абсолютно все можем общаться телепатически, абсолютно все. Это наши базовые настройки, как я их люблю называть, да? Но этими базовыми настройками можно воспользоваться только в состоянии здесь и сейчас. И вот это вот состояние здесь и сейчас, если два человека абсолютно чётко сталкиваются здесь и сейчас, у них происходит вот этот вот как раз контакт. Контакт именно на том уровне, который не нужно описывать звуком, который не нужно описывать ещё чем-то. И все его уже проходили по несколько раз. Но это было либо неосознанным, либо это воспринималось как какой-то юмор. То есть все, наверное, проходили такой момент, когда вдвоём потянулись за кружкой, вдвоём сказали какое-то одно и то же слово, ещё что-то. Это именно тот момент, когда мы называем это по-простому, быть на одной волне. И вот как раз быть на одной волне, это когда ты погружаешься максимально в какое-либо состояние, которое на данный момент для тебя актуально, не думая о прошлом, о будущем, именно в этот момент. И вот это вот и называется «в моменте». И когда мы научаемся быть в моменте, мы абсолютно чётко можем общаться телепатически с тем человеком, который точно так же уже научился или научается быть в моменте. Но это я уже про другое начала. Поэтому если есть вопросы, что такое истинная жизнь после смерти, если что-то, может быть, я непонятно разъяснила или принесла, я готова ответить на вопросы, если они есть. Ребята, не стесняйтесь, задавайте самые каверзные вопросы. Какие вот просто... Чем больше вы вопросов задаёте, тем больше вы понимаете, к чему вы идёте, что у вас, какой пазл не складывается. Но задавайте только те вопросы, которые... А, в Ютубе есть. Сейчас, секунду. Но задавайте именно те вопросы, которые для вас, а не для кого-то. Сейчас, секундочку, я буду тут открою. Привет, привет. Если нам дано чувствовать вкус, и почему мы должны отказываться от еды, от этого доступа? Да, ребят, мы не должны отказываться от еды. Я же ни разу не говорила, что нам нужно обязательно отказаться от еды. Я вас всегда призываю идти дальше. То есть здесь еда, либо не еда, вообще ни при чём. Это инструмент. Когда вы хотите повешать картину, для вас молоток и гвоздь – это инструмент. Вы же не думаете о том, где бы мне купить молоток, где бы мне достать гвозди, где бы мне купить молоток. Вы думаете, как бы мне повешать картину. Вы это достанете, этот молоток с гвоздями, либо кто-то придёт, вам поможет, либо ещё что-то. У вас есть цель повешать картину. И здесь цель-то ведь не уйти от еды или жидкости. Здесь есть цель у меня лично. Идти дальше в познание самой себя. Потому что я уже говорила, что раскрытие на клеточном уровне – это совсем про другое. Это вообще не про еду. То, что мы в общем принятом понимании, вот это вот состояние пробуждения, просветления, я их путаю, просветления, да, которые вот это максимально, это же не конечный этап. Это вот вы идёте, например, вот образно объясню, да, вы, например, идёте в коридоре чего-то там и видите дверь, вы её открываете, и вы там пробудились. Вы такие, о, я знаю, что ещё есть просветление. Вы идёте дальше, открываете, вот оно просветление. И вы просветляетесь. И когда вы просветляетесь, у вас наступает иная жизнь. Она тоже благостная, она тоже кайфовая. Но очень многие застревают вот на этой благости. Это не хорошо, не плохо. И вот на этой просветлённости как бы остаются, но есть ещё дальше коридор. Вы можете пойти, а можете остановиться здесь. То есть просветление – это не конечный этап. И когда мы говорим о неедении, это абсолютно не конечный этап. Это абсолютно не про то, что нужно к этому стремиться. Это инструмент для того-то и для того-то. Кто-то туда идёт на еде, у кого-то это получается. Просто у меня не получилось на еде. И всё. Это не говорит, что это хорошо или плохо. И когда вы говорите, ну зачем отказываться от вкусов? Незачем. Если хотите, пожалуйста, просто когда вы переходите на следующие уровни себя, вы понимаете, что вам просто еда и питьё, оно просто неинтересно. Вы можете это есть и пить, но для вас это не предоставляет интереса. Когда для вас это неинтересно, вы что делаете? Вы идёте дальше. Если мы раньше собирались с детками, и листики срывали, и это были наши денежки, нам же это было интересно. Кто вам сейчас мешает оборвать это дерево и сказать, это мои денежки. Но вам уже это неинтересно. Вы понимаете, что это неактуально, неинтересно. Это не принесёт того-то и того-то. И вы это просто не делаете. То же самое с едой. Ешьте, пока вам естся. Когда вы поймёте, что это уже для вас не то пальто, то вы поймёте, что вам как бы это неинтересно, и вы не захотите этим заниматься. И всё, оно естественно может отвалиться. Просто кто-то идёт через какие-то физические позывы отказа от еды, а кто-то идёт через осознание, и оно просто отваливается. Поэтому не обязательно отказываться. Если вам хочется кушать, пожалуйста, кушайте. Просто нужно понимать, если вы задаёте этот вопрос, то значит для вас еда актуальна на первом месте стоит. Это не так. Ну, для меня не так. Ничего не слышно. Не знаю, как-то напишут вопросы. Привет, привет. Очень слышно, всё хорошо. Спасибо. Очень сложно жить в этом коридоре всегда. Много стресса от постоянного ощущения смерти рядом. Не-не-не, это неверно. Значит, вы не в том коридоре. Когда вы находитесь в этом коридоре, то у вас нет сложности. Вы чётко понимаете, куда вы идёте. И вы идёте просто по своей тропиночке. Вы идёте по своей тропинке, и это уже нет сложности. Это всё просто. Мы просто привыкли всё время находить те вещи, которые где-то спрятаны. А то, что у нас лежит на поверхности, мы почему-то всё время думаем, что если на поверхности, значит, это ерунда. Мы этим пользоваться не будем. Это немножечко не так. Опять же, по моему опыту и по моему мироощущению. Поэтому, когда мы как раз живём в этом коридоре, у нас наоборот всё легко. Мы видим и там, и там. Это, знаете, как вы можете как с шорами ехать, и вы видите вот одно направление, и вы вот едете туда. А когда вы в этом коридоре, вы видите и эту сторону, и эту сторону. То есть вы всё видите. И тогда вы чётко можете выбрать. Можете сюда пойти, можете сюда пойти. Но если вам комфортно идти так, то вы будете идти так. Это не через усилие идёт. Это не через то, что нужно... Ой, нужно вот идти по этой полосочке, не дай бог там оступиться, и там куда-нибудь я не в ту сторону заверну. Это не про это, ребят. Светлана, я помню, как кто-то докапывался к вам с носом, и стало смешно, а потом просто радостно от осознание, что все имеют место быть. Ребят, у меня такой голос, может быть, он гнусавый, может быть, ещё какой-то, но вот он у меня такой есть, от этого... Ну, это моё, поэтому уж, ну, либо терпите, либо не слушайте. Поэтому вот ничего с этим сделать не могу. А что в конце коридора? Конечный этап что? Я не дошла до конечного этапа. Я сейчас на самом... На самом-самом-самом начале моего пути. Это я могу сказать однозначно. Светлана, какие явные ощущения пробуждения? Я вообще не люблю эти слова, вот эти вот пробуждённые, просветлённые. Но это, видимо, назвали как какой-то критерий, чтобы понимать, да? Но когда ты, наверное, в моём понимании, что такое пробуждение, да, просветление, это когда ты, во-первых, видишь человека с его светом, потому что у каждого человека есть свой свет. и он меняется, он не обязательно... То есть у одного может быть голубой вот тёплый, у другого голубой может быть холодный. Ты, во-первых, видишь вот этот свет, во-вторых, ты видишь глубину, когда он тебе говорит о чём-то, ты видишь ту глубину, которую он не может признать даже в себе самом. И ты это видишь. То есть ты его как бы настолько пропускаешь через себя, что ты вот эти моменты видишь. Ну, то есть тут много вот этих моментов, которые раньше для меня были неактуальны, которые я не могла понять. Это в том числе и когда ты вот после вот этого пробуждения, что я считаю, пробуждение, просветление, ребят, не знаю, путаюсь я в этих словах, это когда ты начинаешь уже заглядывать в клеточку себе и когда ты на клеточном уровне, когда ты понимаешь, что вот смотрите, я тоже ребятам рассказывала, на ретрите мы будем это делать с ребятами в практике. Когда вы, например, вот каждый цвет имеет свой запах. Вот всё, что нас окружает, вообще всё, оно имеет свой запах. А в носу у нас как будто бы второй мозг. То есть вся информация, которая у нас скапливается, она скапливается вообще не в голове. И когда мы пытаемся поменять голову, пытаемся поменять что-то там, осознание пройти через голову, это настолько ерунда, мы настолько путаемся сами в себе, и мы как жабки в своём болоте постоянно и никуда не идём. Мы не можем выбраться, и другого, если будем тянуть, затянем, и сами не можем выбраться. Вот это как раз про это, потому что вся информация, которая у нас есть, она проходит через нас, не через голову. Она проходит именно через тебя, через, я не знаю, как говорится, как вот, знаете, поговорка бывает такая есть, нутром чую. Вот это именно вот про то, когда ты чувствуешь всем своим существованием. Не телом, то есть не телом с чёткой, очерченной формой, а именно всем собой, когда ты это чувствуешь. И когда мы говорим, например, о запахах, то есть мы можем вот через нос, мы можем с закрытыми глазами, это тоже наши базовые настройки, мы можем с закрытыми глазами, через нос прочувствовать каждый запах, каждый цвет, не просто почувствовать, ой, этот на завтрак ел яичницу, ну понятно, а у тебя раскрывается история каждого, даже если взять, например, человека, да, вот он, например, пахнет, когда он говорит что-то, у него вырабатываются, не знаю, феромоны, это, наверное, называется, у него вырабатываются своеобразные феромоны, и ты чувствуешь, когда он говорит, когда он лжёт себе неосознанно, когда он говорит правду, когда он чего-то боится, когда он чего-то недоговаривает, и это идёт через запах, ты абсолютно чётко чувствуешь это, даже через нос можешь это чувствовать, И ты не просто это чувствуешь, а у тебя выстраивается целый роман. Он тебе говорит про одно, а ты уже понимаешь, что за этим всем стоит только через нос. А представляешь, сколько у нас органов чувств есть, про которые мы даже не знаем? И если мы их будем постепенно хотя бы раскрывать, почему мы говорят, что люди – боги? Потому что когда мы это постепенно раскроем, это будет просто такая вселенная. И сейчас, конечно же, когда он идёт, где-то там сашлычки поел, где-то там он подумал, ой, мне вот это вот надо, мне вот то надо, вот здесь вот я всё знаю, мне вообще рассказывать не надо. И после этого он говорит, я – бог. Я как бы сын, дочь бога, я как бы из их рода, я – бог. Ребят, это не про это вообще. Когда мы говорим, что мы – боги, это именно про то, когда мы научаемся себя раскрывать, максимально внутри, изнутри себя достаем. Это просто настолько глобально, это просто настолько обширно. Если бы мне сказали это хотя бы полгода назад, то, что я буду вот, например, такие моменты ощущать и раскрывать, я бы, наверное, для меня это было… Ну, тот момент, может быть, и не было бы какой-нибудь там вау, но мне бы было это интересно. А если бы два года назад рассказала, что, о, сумасшедший, всё, у них уже куда-то крыша уехал. Потому что мы настолько себя не знаем, это вот то же самое, что, я не знаю, даже какой пример привести, но мы себя, наверное, знаем всего на 5% от того, что мы есть. Я бы даже не сказала, что на 20%. Вот сегодня, возможно, я подбираюсь к 7% познания себя. И чем больше я вот иду, тем больше я понимаю, что я знаю, что я ничего не знаю. И когда вот я туда иду, и меня спрашивают, а вы едите? И я понимаю, что это такая ерунда, какая разница? Это вообще не про это. Немножечко туда зайдёте, и для вас будет еда неактуальна. Захотите – будете есть, не захотите – не будете есть. Это то же самое. Я ходила в валенках. Зимой я ходила в валенки. Знаешь, что такое валенки? Я знаю, как в них ходить. Но я переехала в Сочи, я летом валенки не одену. Хотя я могу их привезти, я могу их купить. Они могут у меня прямо стоять там в коридоре, и мне скажут, как бы, ну, у тебя же есть валенки, ну, что ты их не одеваешь? Мне не хочется их одевать. Мне будет в них жарко, мне будет в них некомфортно. Это как бы не туда, а не сюда. И про еду то же самое. Когда вы постоянно задаёте вопрос про еду, это вообще не про нашу жизнь. Еда вообще не про нашу жизнь. Это про те аспекты, про те крючочки, которыми нас зацепили в своё время. И когда вы идёте дальше, от вас эти крючки отлетают самостоятельно. Как только вы себя расширяете, эти крючки с вас слетают. Вы можете их через силу воли снимать, а можете через осознание. Это уже ваш выбор. Так. Если есть и пить, то не будет просветления. Верно. Это, ребят, я только что ответила на этот вопрос. Просто я люблю не есть и не пить. И всё. И когда меня спрашивают, если есть у людей какие-то заболевания, то я абсолютно чётко уверена, что когда мы убираем либо минимизируем еду, то наш организм начинает просто очень чётко вычищать всё, что из нас не нужно. Но к пробуждению или к просветлению это не имеет никакого отношения. Просто когда вы не зациклены на своих заболеваниях, вам, конечно же, вы пойдёте к этим пробуждениям, к просветлениям и ко всему дальше. Если вы зациклены на заболевании, вы никуда не дойдёте. Как вы дойдёте, если вас всё время будет тянуть болезнь? Поэтому вы исцеляете своё тело физическое, чтобы оно вас не оттягивало. И вы будете просто в благости идти дальше. И чтобы вас не оттягивало, для меня, потому что я это проходила, для меня самый такой мощный инструмент это жизнь без еды и без жидкости. Если для кого-то есть другие моменты, пожалуйста. Грех лежит за дверями холодильника, но ты господственна над ним. Очень понятно объяснили. Спасибо. Это ощущение знания. Мы живём в знании, мы живём в информации. У меня сейчас, я уже говорила неоднократно, у меня сейчас такое ощущение, что у меня вот памяти, она как будто у меня отсутствует. То есть, ну, я понятно, понятно знаю, как меня зовут, как зовут моих детей, где я живу, то есть, я не совсем в таком пространстве. Но во мне нет той памяти, которую вот у меня люди начинают что-то спрашивать, я им могу что-то сказать. Но я им говорю не потому, что это у меня в голове, не потому, что я это прочитала, а потому, что я на сегодняшний день, может быть, ещё и коряво, но я могу взять эту информацию с информационного поля, в котором мы живём. Мы все и есть эта информация, мы все и есть эта энергия информационная. И когда мы научаемся её брать, это как в библиотеке, тебе не обязательно всю библиотеку знать, да? Тебе нужно знать, где, на какой полке стоит какая информация. И здесь точно так же. Ты берёшь ту информацию, которую знает ему человек, ты её говоришь ему, озвучиваешь через себя. Но после того, как я озвучила, я могу её тут же моментально забыть, потому что эта информация не моя. Мне не нужно её копить где-то. И это тоже не потому, что я какая-то вау. Это у нас у всех это есть, если мы к этому придём. Переписка между собой. Мария, ребята, как здорово, что вы есть. Люблю всех. Вся информация есть в тишине и в пении птиц и деревьев. Всё зависит от того, что мы готовы принять образ, через который мы слышим, не имеет значения. Мы же всегда есть. Ну да, только тут тоже далеко не заходите в тишине. Когда вы заходите и говорите, что есть тишина, значит, есть и не тишина. Это опять разделение. Чем больше у вас будет разделений различных, тем больше вас будет вытягивать в эту материю и зацеплять в обыденности существования. Поэтому, когда говорят, вот глубина, тишина, темнота, это, ребята, тоже такой своеобразный крючочек, который нас немножечко, бывает, не туда заводит. Поэтому тоже с этим нужно быть осторожным. Был такой опыт, когда почувствовала неприятный, как будто гнойный запах энергии одного человека. Через время узнала, что он совершил преступление. Это стало понятно, что в ауре информация прописана. Всё сходится к тому, что для продвижения в развитии отказ от игры лучший старт. Для меня так, я не могу сказать другого опыта. У меня был только такой опыт. Поэтому для меня так, для кого-то, возможно, я знаю людей, для кого это было по-другому. Ну, вот так вот. Так, в Ютубе вопросы закончились. Если можно, если есть вопросы в Зуме, то если кто-то зачитает, я буду признательна. Если кто-то хочет спросить, то я тоже отвечу на вопросы. У меня вот есть вопрос, Светлана. Знаешь, я никак не могу понять, что же нужно такое делать, если не носили волю отказываться от еды, чтобы еда сама отвалилась? Когда ты идёшь в познание себя, то есть смотри, у тебя еда не отваливается, потому что ты начинаешь кормить своё физическое тело. Ты начинаешь кормить своё физическое тело, потому что ты не можешь найти себя. Кто я? И когда у нас начинают вот эти вот, очень любят вот эти вот разговоры, а кто я? А я есть всё, а всё есть я, а я не физическое тело, а я не то, а я не это. Есть, мне кажется, самый-самый доступный метод, чтобы вообще познать, кто я. Вот просто сесть, когда тебя вот не будут трогать, там, ну, не знаю, ну, хотя бы полчаса. Тебе, наверное, этого хватит. И вот просто задать вот, кто я? И когда ты начинаешь говорить, кто я, вот начинаешь задавать, кто я, и когда ты начинаешь уходить в глубину, то есть кто я, и ты начинаешь, я есть кто-то, это сразу же голова говорит. Опять, ищи себя. Если ты начинаешь искать там, вот я есть вот это, вот я есть вот то, вот я есть темнота, тишина, мозг, голова, там, ещё что-то. Это всё время через ум. вот опять же, да, вот я сейчас вижу, кто идет, я иду, я иду, я – это кто? И вот когда вы вглубь этого вопроса прям вот нырнете, кто я есть, и вот если вы дойдете до конца, у вас прям вот как тумбли в щелке. Я не могу вам сейчас это сказать, потому что если я вам скажу, я вам как паттерн закину, и вы будете это искать. Да, понятно, что это не значит. Да, это как бы в эфирах очень сложно, объяснить, это очень хорошо объясняется на ретритах, когда ты есть, и уже чувствуешь, что человек вот готов вот эту вот ступеньку перейти, ты ему подсказываешь, и он сразу же тынц и выстегивается. А здесь я тебе одного проработать не могу, а ты не такой, как все остальные, все остальные не такой, как ты. И каждый начинает пить жучок, примеривать на себя. А когда мы начинаем чужую вещь примеривать на себя, чужие знания, чужие осознания, то нас всегда закидывает в его рамки, и мы мало того, что мы из своих не можем вылезти, мы еще и в другие попадаем. Вот это немножечко не то. И вот когда ты себя находишь, как бы вот ты говоришь, почему, как вот я вообще, когда ты себя находишь, когда вот себя находишь, это тоже такое очень грубое выражение, то есть не себя находишь. Когда ты вот эти вот приходят, это вот осознание, ты понимаешь, что есть развитие дальше, когда ты идешь в развитие дальше, для тебя просто неинтересно становится еда и жидкость. Ты можешь кушать, ты можешь кушать раз в день, ты можешь кушать раз в неделю, ты можешь даже кушать раз в месяц. Если тебе захотелось или там, например, какая-то встреча, у тебя, мы же все живем в материи, какая-то встреча, какие-то там еще что-то, ты можешь с ними что-то… То есть ты уже, конечно же, не съешь там миску салата, да? Но ты можешь там где-то, не знаю, где-то водички попить, где-то там какого-то сока попить на протяжении какого-то времени. Ты не умрёшь от этого. У нас ЖКТ никогда не останавливается. Оно просто работает на лайте. То есть у нас ничего не останавливается. Оно работает по-другому, и внутренние органы просто приобретают свой первоначальный вид. То есть они как бы немножечко зажимаются, почки подтягиваются, потому что их уже не оттягивает вот это вот постоянное перемалывание чего-то. Почки немножечко подтягиваются там, где они должны быть. Почему? Ну, не буду пока затрагивать эту тему. И ЖКТ, он работает на лайте. То есть мы же, когда разговариваем, мы столько всего в себя потребляем. Просто то, что мы это не жуём, как кусок мяса, это не говорит о том, что у нас это не должно выводиться. У нас это точно так же выводится. Я не говорю, что там вы начнёте в туалет ходить, бегать там по-большому. Но это выводится где-то через мочу, где-то выводится, вы там пробежались, бывает, что вспотели. То есть уже нет такого там едкого пота, что вы там потеете постоянно. Но это всё равно будет, у вас ЖКТ всё равно будет работать. Он работает в любом случае. Он не останавливается. Если у нас какой-то орган в нашем организме остановился, значит, мы умерли. Он у нас не просто так. Он именно… Каждый наш орган работает на чистоту нашей физики. И он постоянно что-то делает, чтобы выводить. Просто он работает не в таком режиме, чтобы перемалывать, перемалывает сам себя этот внутренний орган, а именно выполняет ту функцию, которая вот идёт с огромным удовольствием. Это то же самое, что когда вы, например, читаете ночью под одеялом с фонариком, напрягаете зрение. Конечно, у вас оно сядет. Либо вы просто встаёте там, не знаю, и смотрите там на какие-то прекрасные места, что-то ещё. И у вас зрение, оно работает само собой, так, как оно положено работать. И вы с огромным удовольствием это смотрите. А когда вы ночью с фонариком читаете книжку в мелким шрифтом, и там, я не знаю, ещё и там дрожите, боитесь, напрягаетесь, пытаетесь всё до конца дочитать, там какую-то главу, ещё что-то, но жутко хотите спать, то у вас, конечно, вот эти все и кристаллики, и вот эти вот все нервные окончания, у вас в таком напряге они работают. И это то же самое, что и с едой. Когда мы едим, у нас всё в таком напряжении это и работает. Но это не говорит о том, что нужно вот вы там 30-40 лет ели, а потом такие, о, я хочу вот такие, чтобы там через запах узнать историю там того-то. Я решил, что я есть не буду. Вы просто себя выстегните. Всё должно быть настолько постепенно. Я не говорю о том, что вы не должны практиковать сухие дни. Я говорю, что вы не должны идти на аскезе. Как только вы идёте на аскезе чего-то, вы о каком вообще просветлении, пробуждении будете думать, если у вас в голове будут одни пельмени и сосиски. Вы будете проходить мимо какой-нибудь кофейни и думать, боже мой, какой запах. И всё, вас будет просто выстёгивать. А если вы будете постепенно идти с осознанием того, что есть в вашей жизни и что в вашей жизни появляют с каждым мгновением всё больше и больше осознаний, понятий, принятий. То есть когда вы вот к этому пойдёте, вас начнёт это окружать. Вас начнут окружать и такие люди. Вас начнут окружать такие моменты. Вас начнут окружать какие-то действия в вашей жизни, которые вас будут заставлять идти дальше, потому что вам это интересно. И когда вам это интересно, у вас будет всегда выбор. Ты можешь остановиться, просто поесть, а можешь идти дальше в исследование. И чаще всего, если для тебя это интересно, ты идёшь в исследование. Если не интересно, конечно, ты пойдёшь есть. Я надеюсь, ответила на вопрос? Я сейчас как скажу «нет», представляешь, Света. Нет, можешь сказать и «нет». Значит, почему? Это же не потому, что там что-то плохое. Не ответила, значит, у тебя… Попробуй мне задать его по-другому, потому что либо ты не готов его принять, ещё вот этот вот ответ, либо ты просто… Очень многие же ждут волшебную таблетку, чтобы я сказала, ну вот смотри, вот я тебе даю инструкцию, вот её выполняешь там столько-то дней, и у тебя всё отвалится. Ведь в этом все ждут. Мне уже, знаете, сколько пишут? Света, создай, пожалуйста, книгу. Вот на сегодняшний день я решила создать программу. Да, я её решила всё-таки создать, я готова на неё сейчас. И я как раз и говорила, что если кто-то хочет либо с программированием помочь, либо если кто-то хочет выступить в виде спонсора, то как бы, пожалуйста, мне просто ещё несколько человек написали, вот уже будем заниматься скоро этой программой. Да, но это опять же не инструкция, это опять же вот это вот разветвление будет. И насколько ты будешь готов, ты будешь либо всё время вот в этой вот развилочке идти, либо ты будешь идти вот по накатанному. Просто те вещи, которые я говорю, не каждый готов их принять. Не потому что он хороший или плохой, не от этого, а потому что ты ещё не перепрожил определённые свои паттерны. Потому что ты ещё не разобрался в том, что у тебя есть вот на данный момент. И это тоже очень важно, потому что когда ты разбираешься, когда ты закрываешь пазлами свои вот эти вот дырочки, ты фундамент свой делаешь всё мощнее и мощнее. Это очень важно. И если вот то, что я тебе говорю, тебе это по каким-то причинам не ложится, то подумаешь, что почему тебе, почему тебе так важно есть. Тебе же это важно. Ты же не хочешь уходить в следующее исследование. Ты же понимаешь, что если ты пойдёшь в следующее исследование, ты будешь уже другим человеком. А готов ты себя принять другим. Возможно, именно ты себя не готов принять другим. И прикрываешься тем, что я не готов есть. Тут еда вообще не играет роль. Светлана, добрый вечер. Добрый. Вопрос, если я правильно понял. Если вы позволите, я ставлю свои копейки. По-моему, вопрос был о силе воли. Почему нежелательно заходить на сухие дни или на силе воли? Я правильно понял, да? Такой был вопрос. Изначально. Да, я хочу понять, что между силой воли и когда оно должно само прийти. А вот, как я это для себя объясняю, как по мне, силы воли вообще не существует. Это как бы придуманное название. Я объясню, почему. Если у меня достаточной энергии, то, чему говорят силы воли, это достаточное количество наличной энергии. И если у тебя достаточной энергии, ты только определяешь, что ты хочешь делать. Хочешь, идешь бежать, идешь бегать, идешь плавать, идешь заниматься музыкой. Я не знаю, там занимаешься каким-то творчеством. То есть, если у тебя достаточной энергии. Я вот сейчас вспоминаю себя, когда я был на всеедине, я просто понимал, что по утрам бегать это хорошо, как врач. И когда вот после тяжелых там ужинал, утром просыпаешься и говоришь, если бы я так хотел, как не хочу. То есть, не было достаточной энергии. Поэтому, когда я слышу, что нужно тренировать силу воли, но до сегодняшнего дня я ни от кого не услышал, как она тренируется. Это по поводу силы воли. Значит, вопрос в дефицитарности энергии. А энергия у нас где уходит? У нас уходит энергия через питание, через разговоры и через отсутствие физических тренировок. То есть, там ослабленный пресс и там вытекает энергия полным ходом. И последнее, что я хотел сказать, как я для себя решил этот в свое время переход, два года назад в этом зуме. То есть, я четко определил для себя жизненные ценности. У меня в жизненных ценностях две вещи – здоровье и самопознание. Это по факту самопознание – это ради чего мы сюда пришли. А здоровье – это основы. То есть, они взаимодополняют. То есть, если у меня в ценностях есть здоровье и самопознание, то я как бы для себя определил понятие здоровья. Здоровье – четыре фактора. Еда, физическая нагрузка, стречинг или растяжка и в наших условиях закаливание. Для людей, для широкой публики, для живого тела – живая еда. Все. Это точка как бы. А уже в нашем понимании, то есть, мы уже не едим, кто идет на автономию. То есть, как бы здоровье и самопознание. Следующий шаг. Если у меня это определение, у меня появляется мотивация. У меня появляется огромная мотивация в самопознании и быть здоровым. Если у меня есть мотивация, я создаю несгибаемое намерение. Это организация, дисциплина, поддержка. Я получаю результат. Когда я получаю результат, у меня появляются эмоции, радость. И на основании радости и эмоций у меня опять появляется мотивация. Все, круг закрылся. И я работаю на мотивации. То есть, я становлюсь тем, что в себе открываю. И это уже идет на чувства. То есть, там уже разум отслаивается. Эмоции отслаиваются. И ты только находишься в состоянии внутреннего безмолвия. И работаешь либо по потребности, то есть, живешь, либо по потребности, которая исходит изнутри, или по запросу извне, если тебе это интересно. То есть, здесь должна быть внутренняя мотивация. Если она есть, тогда будет и дисциплина, тогда будет и несгибаемое намерение, и тогда будут результаты. И тогда не надо никакой силы воли. Ну, это как-то кратко. Спасибо большое. Я закончил. Влада, можно еще один вопрос задать? Так, может, вы отдельно зададите? Сейчас у нас гость есть. Вы отдельно, может, поговорите? Ладно, я чуть позже. Потому что у Светланы все расписано. Она очень занятый человек. Слава Капа предлагает вопрос. Слава Капа. Тебе микрофончик. Ну, у меня тут вопрос такой, вместе с речью и Влада, и хотелось бы уточнить у нашего спикера по поводу мотивации. Что такое мотивация? То есть это некое желание, представление цели и желание достичь ее, да? То бишь, получается, что мы находимся не в моменте здесь и сейчас. Мы мысленно находимся в каком-то будущем. И, по сути, мы туда энергию тратим. А по факту мы сейчас, допустим, просто мечтаем сидим, да? А как же тогда проживать в моменте здесь и сейчас, когда ничего не важно, ни прошлое, ни будущее, и вот кайфовать от того, что здесь и сейчас? Если мы мотивируем себя какими-то целями, да, если точнее, что такое мотивация, правильно я же понимаю или нет? Немножко нет. Нет? Это вы себе придумали. То есть вы же себе посмотрели на эту мотивацию через призму своего восприятия. Вы уже определили, что мотивация, это идет обязательно через голову, через голову, либо в прошлом, либо в будущем. То есть вы себя поймать в мотивации здесь и сейчас не можете. А мотивация, как я ее понимаю, если мы говорим просто вот этим словом обозначить, да, вот это для меня тоже немножечко такое корялое слово, но тем не менее, если мы обозначаем вот эту мотивацию, это именно то, чего вы хотите здесь и сейчас. Если вы будете говорить о том, что прошлое что-то есть, либо будущее что-то есть, прошлое, оно никуда не ушло, оно всегда есть с нами, но оно есть в тех моментах, которое есть уже в нас. И нам в него не нужно мыслями возвращаться. Если вы возвращаетесь мыслями, вот вы сейчас тоже задали вопрос, это из головы, вы хотите получить инструкцию, как вам добиться определенного действия, которое будет замешан через мотивацию. Вы себя не можете на что-то замотивировать, скорее всего, поэтому вы этот вопрос задаете. Но мотивация – это не про то, что ты себя через силу воли начинаешь чем-то мотивировать. Мотивация – это как раз то, что ты понимаешь, что перед тобой есть вот тот потенциал, к которому ты четко знаешь, что ты можешь дойти. Но что такое для меня мотивация? Это никак не говорит о том, что вот я сейчас там вот повешала на холодильник картинку там стройной, там, не знаю, какой-нибудь великолепной девушке, и мимо проходя этого холодильника, я там все себя в кулак думаю, я мотивирована, я не буду залезать в этот холодильник. Это не про это. Именно мотивация, что в моем понимании, это когда я понимаю, что я хочу обязательно, ну, как бы я хочу дойти до вот этих моментов, до определенных моментов, потому что мне это интересно, это не цель, которой я иду, и все, дошла до нее, потом села, фу, теперь нужно ставить следующую цель. Это именно тот аспект моего жизненного пути, который мне интересен. И чтобы до него дойти, до этого жизненного пути, чтобы я дошла до него, мое тело должно трансформироваться вот таким образом. То есть, если я истинно чего-то хочу, то весь мой путь, неважно мысли, это мое тело, это мое окружение, оно трансформируется под то, чего я истинно хочу. То бишь получается мотивация? Мотивация – это интерес. Здесь и сейчас. Это не интерес. Вот вы просто смотрите, вы говорите здесь и сейчас, вы не понимаете аспекта здесь и сейчас. И поэтому у вас эти два понятия, они смешаны. Вы говорите про здесь и сейчас, предполагая внутри себя, что здесь и сейчас, это я осознаю, как я сижу, как у меня на сегодняшний день льются там, льются по моим венам кровь, как я чувствую ветерок на своей коже, как я еще чувствую. Для вас это здесь и сейчас. И когда вы говорите про мотивацию, что должно совершиться там через какое-то определенное время, у вас идет нестыковка пазлов, потому что вы не понимаете состояние здесь и сейчас. Это здесь и сейчас, это не про то, что прямо физические аспекты чувствовать. Здесь и сейчас, когда ты начинаешь проживать, то, что есть в этом мире, это немножечко, это не немножечко, это намного больше вот этого состояния, про которое нам все говорят, про которое говорят, что вот это здесь и сейчас, это прочувствовать себя вот здесь, это ощущение, это откинуть все прошлое и будущее, это просто быть в моменте. Мы живем только в моменте, у нас другого не существует никогда. И мы этого понять не можем. И поэтому мы либо старую глину месим, что у нас уже прошло, постоянно оттуда вытаскивая и прорабатывая, хрен знает какие аспекты, которых уже нет. Как мы можем проработать то, что уже нет? Либо мы начинаем придумывать то, которое еще даже не осуществилось. Как мы можем прорабатывать то, что у нас еще нет? И мы думаем, что здесь и сейчас это вот этот вот дзен, это не про это. У нас есть только момент, только момент. И когда мы это четко осознаем, когда мы научимся ценить момент, тогда в моменте мы начнем раскрываться на клеточном уровне. И у нас в моменте начнется такая распаковка глобальная, мощнецкая, в которой мы будем в моменте чувствовать, что мы проживаем каждый момент. Это не про то, что я через год стану там тем-то. Это не потому, что я проработала то, что было 10 лет назад. Это вообще не про это. Я не знаю, понятно я объяснила или нет. Может быть, Влада еще задавали вопрос, может быть, он как-то дополнит вот эту вот мотивацию или по-своему как-то скажет. Но вот я только так это вижу. Многие не понимают, что такое в моменте. Я ответила на ваш вопрос? Светлана, можно я как-то уточню свой вопрос? Потому что с твоим ответом-то я согласен. меня интересует, вот я после ответа Влада я понял, ну как бы, что вопрос нужно задать прямо в прикладном понимании. Вот я и так уже у меня вся еда, ну как бы, я ее ем просто, ну знаешь, чтобы не началась чистка. я каждую неделю я вхожу в чистые дни, ну там, обычно в пятницу и тяну их там до субботы, до воскресенья, ну там, как пойдет. И вот мне интересно, есть, ну, несколько граней, ну таких, значит, рубежей. То есть я могу быть на чистых днях, пока вес не начнет, ну там падать. Или я могу быть, пока не начнется какая-то, ну сильная слабость, когда мне уже ничего не хочется делать, а только хочется лежать, ну и ждать, пока там чистка пройдет, пока энергия вернется. И вот у меня вопросом в чем? Вот этими еженедельными там один, два, три дня, что я практикую, я могу как бы дочистить свое тело и там вот, ну проработать сознание, понять, зачем я ем и все прочее, до того состояния, когда мне действительно уже нет, ты не можешь. У тебя есть зацикленность, ты к чему идешь-то? Вот смотри, ты же меня не спросил, как прийти вот к этому, как прийти вот к этому сознанию, как прийти вот это. У тебя зацикленность на еде, пока ты ее не уберешь, еда здесь не при чем. Когда ты идешь заниматься бегом, неважно, какую футболку ты оденешь, на ноги, на твою пробежку это никак не отразится, понимаешь? Вот у тебя сейчас, у тебя рассчитано, в какие дни ты заходишь в сухие дни. У тебя рассчитано, что ты там уже вот это не что, у меня будет очистка тела, у меня будет вес, у меня будет это. То есть у тебя столько-столько всяких пунктов, которые касаются еды. Ты не ешь-то, чтобы что? Ну как, чтобы что? Мне нужна, я цель, почему я хочу научиться обходиться без еды, в том, что в шумшуках нас обучают особым практикам, и некоторые из них требуют, чтобы тело было, ну как это сказать, подготовлено, чтобы оно могло пропустить те энергии, потому что те, у кого тело не готово, они это делают, они даже энергии не чувствуют, перебирают, и тело просто загорается. Я давай тебя остановлю, я не знаю, кто такой шумшук, правда, не знаю. И когда ты, ты себе выбрал кумира, определенного кумира, на которого ты на сегодняшний день просто опираешься, это его видение, ты не можешь видеть его глазами. И пока ты будешь опираться на шумшука, на меня, на еще кого-то, ты никогда не увидишь это своими глазами. Твои глаза на сегодняшний день, твое восприятие на сегодняшний день закрыто полностью. Ты всегда, ты сейчас ориентируешься, вот тебе сказали, вот там, вот иди по красным меткам, придешь туда, а у тебя, например, не приспособлена обувь для той тропы, но ты четко будешь идти вот по той тропе, по которой тебе сказали, и ты все ноги в хлам сотрешь. Хотя мог бы пройти по другой тропе, где предназначено именно под твой рост, под твой вес, там, чтобы не нагибаться под эти палки, еще что-то, но ты по нему не пойдешь, потому что тебе сказали идти по красным тряпкам. И пока мы не научимся выкидывать вот эти вещи, то есть это хорошо, когда ты прослушал кого-то, ты для себя, ты не научился вот этот вот сухой остаток выдергивать, чтобы понять, что твое, вот из этого всего, 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 то есть ты говоришь, вот у нас там практики, вот у нас там это, вот у нас там это, ты балуешься, ты не идешь к самому себе, ты балуешься другими практиками, ты все время себя уводишь, чтобы не прийти к себе, у тебя другой вопрос, у тебя вопрос не в еде, у тебя вопрос не в практиках, у тебя единственный вопрос, который ты должен задать самому себе, почему ты боишься встретиться с собой, почему ты так упорно хочешь заниматься хоть чем попало, но не чем попало, они, скорее всего, великолепные практики, я никого не хочу обидеть, но ты все время пытаешься сделать то, что не приведет тебя к себе, ведь ты глобальный, ты больше, чем ты можешь подумать, ты настолько большой, что ты даже боишься встретиться с собой, ты вот это вот просто осознай, потому что, когда ты встретишься с собой, у тебя просто все перевернется, потому что ты даже не ожидаешь, насколько ты обширный, насколько ты глубокий, и тебе страшно перед самим собой, и ты себе придумываешь все, что угодно, только чтобы не пойти на контакт с собой, потому что это все твое мировоззрение, к чему ты так стремился, какие ты практики делаешь, оно просто все обнулит. Ты вот на сегодняшний день в тебе есть такой огромнейший потенциал, который ты просто боишься выпустить, потому что ты понимаешь, что если я выпущу, а справлюсь ли я с ним? И если ты пойдешь своим путем, ты с ним справишься. Если ты пойдешь чьим-то путем, даже если ты выпустишь свой потенциал, ты с ним не справишься, он тебя съест. Светлана, вот я согласен, все, что ты говоришь, оно ложится вроде нормально, но я все равно, блин, не понимаю, что делать. Например, захотел я что-то съесть, ну там, скажем, огурец. Я должен понять, что я этим огурцом хочу заесть? То есть какой, я не знаю. Нет, смотри, это вообще не про это. Вот ты сейчас об этом не думай, просто через пару дней пересмотри эфир, прослушай еще раз, что я тебе сказала, попробуй это осознать. Ну, если не получится, либо марафон, либо ретрит, forever, у тебя другое, у тебя не пройду, твоя жизнь вообще не пройду. Найди себя, почувствуй себя и так далее. Я пытаюсь, пытаюсь, но у него получилось. Не надо чувствовать себя. Нет, ты идешь не тем путем. Ты вышел не на свою тропинку, ты вообще не туда идешь. Тебе нужна другую распаковку. Себя. Это вообще не касается еды. У тебя еда отвалится, она как минимум минимизируется до самого минимума. Твое тело, оно готово жить без еды. Ты не готов найти себя и прикрываешься любым одеялком. Одеялка еды, одеялка это, одеялка то. Вот сейчас просто не задавай вопрос и потом переслушай эфир. Вот у нас еще два, хотят люди задать очень важный вопрос. Готово. Макси? Я не хотела вопрос задать, я хотела сказать, что все правильно, в точку прям сказала Лана про Андрея. У него очень много кумиров, а на самом деле он очень крутой, а поверить в это не хочет. Просто вот с точкой, я им все время говорю, выкинь там всех братьев, там всех выкинь, все, ты самый лучший. Просто хотел добавить. Станислав еще поднял руку. Станислав, у вас есть возможность задать вопросы? Павел. Прости, у меня слышно? Да. У меня тут несколько вопросов, я их выписывал себе постепенно. Если они уже задавались и были, просто скажите, что они уже были, я прослушаю потом в записи. Вот вы говорите, что, ну спрашивайте, вернее, зачем, зачем вам автономия? Да, я уже несколько раз слышал, а зачем вам это? Вот. И вот разве вот состояние тела, психики, которое вот получается на, ну вот в этом состоянии, особенно у людей, которые более-менее закрепились, полгода там, год, ну судя по просмотрам, кто там уже давно, вот этого недостаточно? То есть это и разве не является тем самым бонусом, жить на вот этом уровне? Нет. Если вы идёте не через осознание, если вы идёте не через раскрытие самого себя, то вас в конце концов выстегнет на еду, ещё на что-то, вам будет скучно, то есть вы застрянете на этом уровне, либо вам будет скучно, и вы захотите вернуться в предыдущий мир, в мир себя, либо вы поймёте, что как бы через какое-то время, что психика не справляется, потому что начинается то, если вы не начнёте себя распаковывать, то вас просто может крыша съехать. Ну это так тоже я образным языком говорю, да? Настоятельно распаковывать. Просто вот это вот, просто не есть и не пить, оно вас приведёт только на определённом этапе к исцелению физического тела. И это та база и та платформа, где вы можете двигаться дальше на распаковку себя. Будете вы двигаться или нет, это уже другой вопрос. Распаковка сама собой не происходит? Нужно специально? Она происходит, но вы её зацепить-то не сможете, если вы не идёте в эту распаковку. Вы будете думать, ой, со мной такое происходит, не могу понять, что такое. То есть вы не сможете это взять за... Ну как это, например, не знаю, ребёнок там... Вот вы идёте, и вы перепрыгнули через лужу, а все за вами идут и наступили в эту лужу. И они такие, о, а как ты так с сухими ногами? Ты такой, о, не знаю, как-то вот так вот, как-то так случилось. И вы не понимаете, что вы замочили ногу, просто ноги, потому что вы перепрыгнули через... Вы не отследили этого момента. И в следующую лужу вы наступите, потому что вы не отследили предыдущий. Ну я понял, да, что это самое... В дальнейшем нужны практики. То есть она даёт какой-то бонус небольшой, а как фундамент, а от него уже нужно развиваться. Правильно? Угу. А вот для, так сказать, ну вот у разных людей по-разному происходит. У кого-то кто-то легко так отказывается, я смотрю, а кто-то прям тяжело буксует. Ну я имею в виду или в малой едине, просто снижая зависимость. То есть для лёгкого вот слезания с этого дела, ну уменьшения еды там, нужно нечто более интересное, привлекательное, чем давала еда, да? Или иначе всё время будет борьба, там, аскеза. Да. То есть некое, ну как бы замещение некое, да? То, что выше, чем была еда. Правильно? Да, конечно. Я вот ещё хочу сказать, что у нас второго числа будет абсолютно бесплатная встреча в Сочи на Дальмена. И вот Настя Сверидова, Настя Импульс, она как раз организует эту встречу. Там будет просто вот на Дальмены сколько есть в ход, там 200 что ли рублей, вот просто за это заплатить. И там я попробую показать вот эту вот распаковку, как вы можете, насколько вы мощные внутри себя. потому что вот мы всё время говорим, вас всё время вводит вот в это вот, а вот если не есть, а вот если вот это, вот если вот это вот, это всё придёт, ребят. Просто одни подходят, это правильный подход. Если у вас есть какие-то, есть какие-то сбои в вашем организме, то, конечно же, сухие дни, они вас исцелят, и вам будет проще, и легче идти во всё это. Но если вы чувствуете, что у вас как бы всё нормально, и вы начнёте себя вот этим голодом морить, у вас будет другой акцент, вы будете себя тащить, вы заблудитесь в то, что есть вокруг вас, то, что есть внутри вас. Вы будете идти через, думая не о том, то есть внимание своё будете нацеливать не на то. То есть сначала создаются условия, а то повышение там, ну не знаю, энергии, в общем вот эти вот бонусы состояния аппаратной еды. Можно двумя аппаратами, да. Еда сама будет. Да, я шла туда через исцеление физического тела. И меня очень переключало. Но когда у меня были первые переключения, когда там я же не сразу же зашла, вот, например, там на год с копейками, да, я же зашла, заходила и на два месяца, и на четыре месяца. То есть у меня были вот эти вот включения, они очень были мышцы, но я их не могла отследить, у меня прямо страх был, паника, а как это я могу вот это видеть, а как я могу вот это. И психика очень чётко выбрасывала, то есть понимание, что я не готова, и был выброс. И это нормально. То есть я понимаю, что этот выброс был, это моя подготовка к следующему меня. Ну, то есть просто делать сухие дни, увеличивать их там и всё такое, можно очень долго, да, годами? Если нет осознания, можно в эту игру играться годами. Вот мне люди пишут, там и семь, и десять лет вот на этих качелях, и ни туда, ни сюда. Да, можно годами играться. Я понял. А ещё вопрос. Если еда – это больше как эмоции, которые нам оживляют нас, может их заменить чем-то другим, к примеру, ну вот наркотиками, если их заменить, ну какими-то. То есть они более высокие дают состояние, ну не высокие, а более сильные, вот, и тем самым их компенсировать. Но тем самым не загружается кишечник там, ну я имею в виду там вот, не знаю, там марихуана, или что, вот у меня там отец курит, он может почти не есть целый день. Ему хватает вот этих эмоций, да, там от того, что он получает, от сигарет обычных, ну или там фотки. Ну да, я поняла тебя, но он же дальше-то не пойдёт. Он останется на этом уровне. Вот на этом, смотри, эмоции – это… А что не пойдёт? Я имел в целом. Это искусственное наше ощущение. Эмоция – искусственное наше ощущение. Еда – искусственное. Наша истина – только чувствование. И когда мы одно искусственно заменяем на другое искусственно, мы просто застреваем. Говорят, ну он поймал вот этот кайф. Почему всё время наркотики увеличивает? Потому что этот кайф уже становится неинтересным. Когда ты убираешь все искусственности из твоего жизненного пути, тогда ты можешь… Они тяжело убираются. Это прям ломка идёт. И когда идёт сначала на тебя самого, тебе сначала вот это, когда ты переходишь на себя самого, на чувствование, сначала это настолько тусклое состояние рядом с эмоциями, что ты даже не хочешь в нём быть. Но это не чувствование. Мы очень многие не знаем, что такое чувствовать. Мы думаем. Потому что когда чувствование истинное раскрывается, вот там уже наступает вот эта вот такая гамма всего, тогда ты уже понимаешь, что вот эта вот эмоция, которая там тебя раньше выхлёстывала там в одну и другую сторону, это такое ничто чёрно-белое по сравнению с истинным чувствованием, которое есть в тебе. И ты уже к наркоте, к любой, не вернёшься. Тебе уже будет неинтересно, это уже будет не та доза. Я понял. Хорошо. А вот ещё у состояния вот этого вот, которое у слабости, подавленности, которое на сухих днях, когда заходишь, оно связано с физик, с физическим состоянием или больше с психической, с привычкой вот этой вот ментальной? И с кем, и с кем. То есть физику же мы никуда не откинем. Это же наше естественное физическое тело, оно тоже должно чиститься. Это нормально. И точно так же психика, то есть если она не занята, она даёт как бы, она тоже направлена полностью на очищение физического тела и даёт вот эти вот сбои. Это то же самое, что, например, смотрите, когда вот, ну вот самый яркий пример, до которого приходил, когда вы влюбляетесь, вот человек влюблённый, он может там порхать по квартире, там целый день, ждать, пока это будет свидание, мерить там эти платья. Он не будет думать о еде, потому что у него голова будет занята другим. И он может там, например, лежать в постели с температурой, и ему сказали какую-то хорошую новость, которую вот он ждал прям. Всё, у него никакой температуры не будет, он побежит, он будет счастлив. То есть что куда уходит? И вот это вот, когда мы говорим только об одногранности, мы никуда не придём. Мы многогранны. И когда мы видим, что наша физика чистится, эта физика чистится. Просто постарайтесь в это время свою психику нацелить на другое. Не надо, чтобы психика отслеживала, как чистится физика. Физика без психики почистится. А вы физику прорабатываете на уровне психики. И это будут, когда как раз у вас будет прочистка всех граней вас самих. Ну, в общем, я понял, да. На одном теле не выйдешь. И так, ещё вот у меня было сейчас. Секундочку. А вот говорят, я не один раз слышал, что в целом фокус вообще не в автономии, если двигаться, вот этими практиками, которыми не в автономии от еды, а в депривации. Она отдаёт основные все вот эти эффекты состояния, собственно, продвижения. Но к ней через автономию проще зайти. Ну, смотрите. Во-первых, я не люблю слово автономия. Мы не автономны. Это просто вот на сегодняшний день просто понятное слово. Ну, слезание со стимулятором. Это не автономия. Автономия – это когда вот надули шарик, пока вы его надуваете, он вам нужен. Пока вы в него дуете, вы нужны шарику. Как только вы шарик отпустили, вот он стал автономным, он не вам не нужен стал. И он себе не нужен стал. Он ни от чего уже не зависит. Мы не автономны. Это как бы такое жёсткое, опять же, такое жёсткое слово, которое действует на нашу психику не тем макаром, и мы поэтому не туда идём. Да, ну, внимание не туда направляет, не зацикливает. Вот депривация. А второе автономия и что ещё? Ну, депривация, в ней фокус. А, депривация, да. Ну, смотрите, депривация, как бы я была и на депривации сна, у меня какие были депривации сна, это когда ты намеренно убираешь сон, у тебя, да, у тебя включаются иные состояния, иные какие-то восприятия, это всё включается, но оно включается не так, когда у тебя уходит естественным путём сон. Когда у тебя выходит естественным путём сон, то ты начинаешь те моменты, которые с тобой происходят, ты их начинаешь чувствовать через окружение. А когда ты идёшь в искусственную депривацию сна, ты начинаешь чувствовать эти моменты через себя. Это очень ограничено. Поэтому я с ребятами сейчас всё время говорю, ребят, есть депривация, в депривации случается то-то, 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 когда мы убираем сон. Но когда он отходит естественным путём, то у вас это настолько вот всё широко становится. Вы настолько это всё можете потрогать и поиграть этим всем, что это абсолютно другие иные состояния. Но когда говорят, что на еде, ещё на тяжёлой еде могут люди там что-то делать, я лично с такими людьми не знакома, не знаю, возможно, они есть. Когда я изучала эту тему, я знаю, что всего 2% населения, которые не спят на еде, это физиологическое отклонение. Остальные все люди, может быть, кому-то удаётся кушать и не спать. Мне так не удавалось. То есть если я кушала, то я спала. Если я не кушала, то у меня на какой-то день сон уходил. И то не всегда. То есть когда начиналась стильная очистка, то есть бывает такое, что на сухих днях бывает, что у тебя сон уходит, и ты как бы не спишь. А бывает, что ты просто, я не знаю, там моргнул и через час уже только глаза еле-еле продрал. И когда у тебя есть такое состояние, ни в коем случае нельзя идти на силе воли, чтобы убирать этот сон. Ты должен своему организму, то есть тебе организм говорит, так, подожди, подожди, давай всё выключимся, мне нужно вот здесь вот прочистить то-то, то-то. Слушайте свой организм. Если идёт вот такое вот выключение, просто в сон вырубает, спите, это идёт на другом уровне ваша прочистка. Это тоже очень важно. Чем больше мы будем идти в разногласии со своей психикой и физикой, тем вот это вот разъединение, тем дольше мы будем к своему вот этим вот осознаниям, к каким-то глобальным проработкам истинного себя. То есть тоже через психику нужно идти, да? То есть прорабатывая психику, у депривации. Психику, да, и физику, то есть облегчение питания, всё равно, когда тело чистое, оно уже так есть не хочет, то у нас же только грязное тело хочет кушать. Когда мы на чистом теле, у нас уже нет вот этого вот сна, там по 10, по 8, по 6 часов. То есть мы спокойно, люди в чистом теле спокойно спят 2 часа, ну 4 может быть. Вот, не каждый день спят. И это уже норма, потому что как бы, ну зачем каждый день спать, что там нужно вычищать-то? Что нужно, какую перезагрузку нужно делать? Вот, и с основным тут тоже другие процессы. То есть когда мы говорим про депривацию, очень часто мы думаем, что мы либо спим, либо не спим. Но здесь же другие аспекты. Мы когда идём на чистом восприятии самого себя, мы очень чётко можем спать одним полушарием, либо правым, либо левым. И мы очень часто засыпаем, вернее, всегда мы засыпаем каким-либо полушарием. Сначала одно отключается, потом другое. Но потом уже в процессе мы можем одним полушарием только отдыхать, так скажем, да? И это тоже другие. Почему об этом никто не говорит? Мне тоже это удивительно. Вот только говорит, вот не спать, вот не спать. Что такое не спать? Ты же можешь спать одним полушарием, и ты абсолютно чётко отдохнёшь, но ты будешь воспринимать всю вот эту вот физическую реальность абсолютно чётко. Это же другие моменты. По-моему, дельфины так спят. Ну вот у нас, почему вот два полушария? Никто не задумывался. Две руки. Мы же не едим, например, если у нас одна рука может вправо, и другая может влево идти. Мы же не говорим о том, что если одна вправо пошла, то и вторая должна вправо. Там уже нет. С головой то же самое. С носом. С носом то же самое. Одно бывает там сопли, когда идут, одну на струю заложил, а вторую нет. Но почему-то, почему-то это так. И у нас всё лежит на поверхности, мы просто почему-то не хотим это понимать и раскручивать то, что лежит на поверхности. Ещё вот у нас вопрос от Генри из Киева. Станислав, вы закончили у вас? Я короткий последний задам, и всё. Давайте, давай. Светлана, до всего этого, до того, как вы вошли во все эти дела, вы любили поесть и поспать? Любимые блюда? Очень, конечно. Я даже никогда не планировала туда вообще идти. Где я сейчас? Ну, оно само просто отвалилось, да, там, как детский какие-то там. Да нет, почему? Я же через болезнь зашла. Меня отказались врачи, и у меня есть на канале очень много видео, где я об этом рассказываю. Я смотрел. Но сейчас не тянет, ни поесть, ни поспать. Что-то забылось, как в прошлом, как вам, когда? Да, ну, не забудь, я спокойно хожу. Вот мы с ребятами ходим, мы каждый день заходим в кафе, там, они кушают. Мне приятно смотреть, что у них вырабатывается определённый спектр эмоций, определённый спектр чувствования того, что они делают. И это другие ощущения, это приятно, но как бы самой что-то в себя закинуть, у меня нет желания. Просто нет желания. Не потому, что это прошлый день, не потому, что я себя ограничиваю, не потому, что я не нахожусь в этой атмосфере. Нет, я точно так же живу. Просто у меня другое, то есть если кто-то пошёл в штанах, это не говорит о том, что я не могу одеть платье. Понимаете? И здесь вот то же самое, как бы я могу поесть, но мне это не интересно, мне не хочется. Я понял. Хорошо. Спасибо большое. Я закончил. Спасибо. Свет, ну что ещё вопрос от Генри, да? Давайте, я вам ещё последний вопросик, и я побегу. Так, Генри из Киева. Прошу вас, включайте микрофончик, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Хотел узнать у вас технологию, как вы входите в состояние здесь и сейчас, я так понимаю. Ну вот, когда сильное желание, какое-то глубинное желание, когда вот не получается, вызывает какие-то болезни, вот, и это является мотивацией. Вот, думайте. Вы хотите узнать мою технологию или вы хотите сами побывать в этом состоянии? Ну, сначала вашу, а потом и… А моя технология вам что даст? Вот смотрите, вот очень часто вы всегда уходите от самого себя. Всегда уходите от самого себя, потому что вы не нацелены на себя, вам важно, что делают другие. Почему процветают вот эти вот соцсети, процветают еще что-то? Потому что человек очень зациклен на другого. Вам же не интересно, какой бумагой, с какой рукой, с каким запахом, вкусом, цветом человек какой-то вытирает попу. Потому что вы четко знаете, как это, что вам нужно, чтобы вы ходили там с чистой, да? И вы не спрашиваете его. А здесь вы спрашиваете потому, только лишь потому, что вы туда не можете прийти. А вы туда не можете прийти, потому что вы не нацелены на себя. Как бы вам сейчас обидно это ни звучало, но вы себя-то не нашли, вы не идете к самому себе. Вы спрашиваете, вот я не просто же так задала этот вопрос, вам хочется или… Вы сначала сказали, вы первоначально поставили жизнь любого другого, кроме себя. Ваши интересы в другом, в другой жизни, не в вашей. Ну, у каждого есть опыт какой-то. Был, вот, например, там святые, они там молятся, там медитируют некоторые люди, там даже профессиональные спортсмены, у них непроизвольно кундалини поднимаются. И вот как… Ну, и плюс это ещё должно быть глубинное желание. То есть это, ну, как бы единицы… Понятно, я сейчас вас слышу, просто, к сожалению, вы меня не слышите. И как раз вот то, что вот вы меня не слышите, вот когда вы услышите то, что я сказала, вы очень чётко сможете сами себе ответить на этот вопрос. Но пока вы меня не услышите, даже если я вам сейчас скажу, вы это не поймёте, потому что я уже много раз говорю, у меня нет практик, у меня нет технологии, у меня нет инструкции. Я веду людей через понимание самого себя. И когда вы осознаётесь сам собой, кто вы есть, у вас вот эти пазлы начинают отщёлкивать. Что бы вам кто ни говорил, нет этой инструкции, ни 7 дней, ни 21, ни 40, ни 140. Это просто маркетинговый ход. Это удобно, потому что очень много таких людей, которые готовы переложить. Вы сейчас перекладываете свою ответственность на меня, а вы расскажите, как у вас. Вы пока не возьмёте ответственность за себя, на самого себя. Вы, что бы вам ни говорили, вы это не услышите, потому что вы не готовы брать ответственность за самого себя, потому что вы не нашли себя. Как вы можете за самого себя взять ответственность? Ну вот у меня вопрос, как задержаться в этом состоянии? То есть... в познании меня? В состоянии познания меня? Появляется это желание, и накапливается там высокая энергетика. Что такое энергетика? Ну, поднимается там высокие... Что такое энергетика? Практика должна быть там, медитация, опыт. Нет, вы мне не ответили на вопрос. Вот вы употребили слово энергетика. Что такое энергетика? Что такое энергетика? Никак она накапливается, нигде, нисколько, ни в каком объёме. Что такое энергетика? Это то, то, что приводит к этому состоянию, которое просто случается. Вот я не поняла, потому что вы не понимаете. Вы услышали слово «энергетика». Мы не через энергетику приходим к каким-либо состояниям, мы приходим через распаковку самого себя. Мы всё есть энергия. Где она у нас накапливается? В каком рюкзаке? У нас её не может больше накопиться. То есть у нас нет такого, что нам при рождении родился ребёнок, а потом маме ещё дали чемодан дополнительных клеток. Когда будет расти, добавляйте в него ещё дополнительные клетки. Такого же нет. О какой наполнении энергетики вы говорите? Она либо распаковывается, либо нет. У нас нет её. Медитации, если длительно заниматься. Я не знаю медитации. Я не была никогда в медитации. Я не понимаю, как у вас это происходит. Поэтому хотел подробнее узнать. У меня оно так происходит. Когда есть большое желание, но мало силы воли, начинаются болезни. С этим я с вами согласен. Ну как ваш путь. А как задержаться? Потому что много вещей вокруг, они сжирают энергию. Они в этом состоянии закрепиться не сильно легко. Вы не сможете в этом состоянии закрепиться, потому что вы в нём ещё никогда не были. Я... Как бы... Если бы вы в нём были, у вас бы не было этого вопроса? Ну... Хорошо, раз не было, так не было. Но тогда... Это не потому, что я вас хочу обидеть или там пожурить. Это именно для того, чтобы вы... Вот осознание того, что вы не видите. Возможно, через какое-то время, пересмотрев какой-то эфир, может быть, не меня, может быть, другого какого-нибудь спикера, может быть, самого себя прослушать там на аудиозаписи. Но вас должно прийти, вот, щёлкнуть это понимание, что вы потеряли, что вы ищете. Вы ищете неискомое. Хорошо, а что вы ищете? Какое искомое? Я не искала ничего. Я никогда не говорила, что я в поиске чего-то. Ну, я тоже ничего-ничего. Всё нормально. Мы поговорили, вот и чудо. Может быть, я не хотел узнать по поводу практик остановки дыхания. Вот, например, Рида рекомендует вдох, задержка дыхания, сконцентрация на моменте. Кто-то говорит на носе, кончика. Доктор предлагает нестабильные поверхности, невозможно вообще мысли какие-то, чтобы присутствовали, когда человек стоит в равновесии, например, на канате где-нибудь. Вот такое что-нибудь тоже помогает понять, что такое момент здесь сейчас, когда нет мыслей. Может быть, этот имел в виду, доктор? У нас просто Слава Капа ещё подняла ручку. Может, ты позволим ей ещё вопросик? Или уже всё? Слава Капа. Мама, вы говорите, я прям увидела вопрос, который прям напрашивается. Как распаковать себя? Как понять себя? Как это сделать? Ну, ребят, я ещё раз говорю, вы мне задаёте вот этот вопрос. Я вообще об этом говорю в каждый эфир. И если вот эти вот сливки не снимаются, вот с той речи, значит, вы ещё вот к этому не готовы. Я не могу всем дать один рецепт. Я могу сделать поверхностно. Вот именно поверхностно я вам всегда говорю, как это сделать. Если вы хотите идти глубже, если вам интересны мои высказки, то нужно тогда приходить, чтобы я с вами работала на этом. То есть в общих эфирах проработать сразу всех, ну, это же, понимаете, что это нереально? А то, что если вы не можете вот это вот уследить, вот этот вот поверхностно, вот на поверхности же всё лежит, я же ничего не скрываю. Просто я говорю, что я не могу всем дать одну и ту же инструкцию, потому что я вижу, что в каждом запаковано свой вот этот шпингалет, который вы не хотите по определённым причинам открывать. Если я вам сейчас озвучу в эфире, что у вас вот такой затык, то ещё, поверьте, ещё там несколько человек, у которых этого затыка нет, он будет говорить, ой, у меня то же самое, у меня же похожий, начнёт вот в этом шпингалете ковыряться и вообще не в ту сторону пойдёт. То есть это индивидуально получается, если вот хочется... Мы все индивидуальны, это нет инструкции. Если была единая инструкция, она была бы уже написана. Ясно, благодарю. Сигнал, можно ещё мне вопрос один позитивный? Такой, а вот как вы... Сейчас, сейчас. Как вы смотрите... Как... Окей. Как... Окей. Как вы с животными... Не, не как вы с животными, а как животные подходят к вам? Как чувствует вас животное вот так? Не стоит. Вау, вон они. Наши животные. Овчарка восточноевропейская, да? Хорошенька. Девочка. Немецкий парень. Старенький уже. А парень старенький. С животными я хорошо. Я люблю животных. Животные любят меня. Вот как животные вас любят? Любят. Хорошо любят. Вы чувствуете это, да? Или мы все любим, но как животные вас любят? Ну... Ну, вот я как могу... Я рассказывала уже, да, что когда мы до вот этого переезда, куда мы сейчас переехали, мы жили в частном доме, в доме, и у нас в доме постоянно у нас было миллион кошек, у нас все собаки, которые местные, они вплоть до того, что они находили себе какие-то дырки, лазейки, у нас по три, по четыре на территории, по три, по четыре собаки жили, непонятно какие. То есть они к нам придут, видимо, какие-то определенные свои моменты урегулируют, энергетические, так скажем, да, и потом уходят и сменяются. То есть у нас все время, вокруг нас все время много животных. Ну, вокруг нас, это я предполагаю, себя и детей, потому что я же с ними живу. Вон. То есть у нас животных всегда много. Но если вот, например, идем по улице, и животные какие-то, то, ну, вот, я не знаю, там, ну, они как бы хорошо к нам, нет такого, что там пола или еще что-то. Наоборот, подходят там к собаке, гладятся там, кошки за нами там уходят. Но не до безумия, то есть нет такого, что я иду, и за мной вереница, за мной целый зоопарк там идет. Нет. Но это как бы обычно, и... Ну, я бы не сказала, что что-то такое прям вычурное. Но то, что животные чувствуют, это абсолютно четко, абсолютно точно. Если, например, вот были несколько случаев, когда вот собака там чего-то там боялась или лаяла на людей, то можно было спокойно к ней подойти, там ее погладить, и она успокаивалась. Вот эти вот были несколько случаев у нас. На предыдущем месте, вот мы с детьми одну собаку сбили, мы там ей вызывали ветеринарку, то есть она никого не подпускала, лежала сбитая, настолько подпустила, вот что мы ее держали. Вот там ветеринары привезли, там ставили укол, они сразу сказали, если будут держать, мы поставим, если никто не будет держать, мы не поставим. Вот, то есть мы вот два раза вызывали ветеринарку, там сбитым собакам, то есть вот это вот было, спокойно реагировали, то есть подпускали мы собаки. А так, чтобы там какие-то вот случаи из ряда вон выходящие, как бы не могу прям сказать. Светлана, большое спасибо вам. Спасибо большое вам за приглашение. Да, будем на сегодня закругляться, да, наверное, хороший день на сегодня эфир, интересные вопросы были, ребят, всем спасибо. Спасибо, слушатели зума, тоже пишите вопросы, Светлана всегда отвечает. Все контакты по поводу ретритов, все под видео. Встречимся в комментариях. Спасибо огромное. Приезжайте на бесплатную встречу в Сочи и в Геленджик. В Геленджике будем после 6-го числа, в Сочи 2-го.